Друзья, привет! Вы на канале Боколесо, и в этом видео я хочу сравнить две новые модели для нашего рынка. Это Goodyear Ultra Grip Arctic 2, которая пришла на смену Goodyear Ultra Grip Ice Arctic, то есть слово Ice исчезло, а цифра 2 появилась, и Nokian Hakopilita 10P, у которой появилась буква P вот эта. Ну, вообще, больше можно сказать, что это R Россия, но это так, потому что эти шины с буковкой P идут именно для российского рынка и стран СНГ. Соответственно, без буквы P вы можете встретить, например, на американском рынке, просто зайдите на сайт Nokian в Америке, посмотрите, что там никакой буквы P нет. Но это так, ладно. Вообще, в этом видео я хочу сравнить все характеристики данных шин между собой, и в конце видео сделать вывод, для каких условий, для чего же лучше купить ту или иную шину. Но я здесь не буду говорить о том, что лучше, потому что в шинах это бессмысленно, потому что шины подбираются именно под водителя, под автомобиль, под условия эксплуатации, под различные дороги типа покрытий и так далее. Поэтому здесь важно понимать, для чего, для кого та или иная шина лучше. Этот вывод мы обязательно с вами сделаем. Тем не менее, две шины, они обе направлены, они обе шипованные, но есть в рисунках протектора один очень важный момент, одно очень важное отличие. Посмотрите, вот здесь на шине Hakopelita 10 есть такое ребро продольное курсовой устойчивости. Оно монолитное, посмотрите, идет по всей, по всей длине вот такое вот ребро. Здесь же у Goudier сделано немножко иначе. Здесь нет ярко выраженного центрального ребра такого курсовой устойчивости, но тем не менее, нельзя сказать, что эта шина будет как-то прям уж совсем сильно уступать. Да, она будет уступать на трассе, на белых укатанных дорогах, но не сильно, просто потому что вот все эти перекрещения блоков, казалось бы, ну не то чтобы хаотичные, но такие, они знаете, очень крупные и ярко выраженного ребра, такого как на Нокеан, нет. Но есть перемычки, которые соединяют эти блоки, посмотрите. Да, то есть, все-таки некоторая монолитность в центральной части будет. Чего нельзя сказать о какой-то монолитности в плечевых зонах. Ни у одной, ни у другой шины нет каких-то ярко выраженных перемычек в канавках. Вот здесь есть перемычка, посмотрите, да, чтобы сделать вот как-то вот эти блоки более монолитными, да, здесь тоже это применено, но по части канавок, канавки призваны именно для того, чтобы очень активно выводить различную воду, слякоть, работать с рыхлым снегом и так далее. Здесь у шин очень похожи истории, за исключением только одного. Посмотрите, просто это очень легко отследить. Вот здесь вот канавка, она располагается под большим углом к боковине, да, то есть, сделан максимальный угол по диагонали, чтобы действительно шина хорошо отводила слякоть. И здесь, надо сказать, что на Гудьере сделано все. Вот, смотрите, канавка сначала тоже, казалось бы, идет диагонально, но потом она постепенно переходит практически в угол 90 градусов с плоскостью боковины. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы шина лучше выгребала из снега. То есть, данная шина будет в рыхлом снегу более уверенной. Не только за счет того, что сделаны более прямые углы к подходе к боковине, нет, но также за счет того, что очень здесь такие широкие канавки, они шире несколько, чем... Вот просто я банально ручку даже не беру ничего измерять. Вот видите, ручка сюда еле садится, а здесь у этой ручки, знаете, еще место вагон. То есть, здесь канавка будет лучше выгребать из снега, и, кстати, это лучше будет и способствовать к водоотводу, то есть, это будет несколько компенсировать вот эти агрессивные канавки у Nokia. Это, кстати, уже один из моментов тех, которые вы можете взять за основу при выводе, для чего нужна та или иная шина. Также у обеих шин в рисунках протектора вы видите вот такие вот зацепы. И, конечно же, это тоже будет помогать хорошо в снегу, но у Гудьера есть один важный нюанс. Посмотрите, в боковине, вот в этом месте перехода протекторной ленты в боковину, посмотрите, какие есть шикарные зацепы. Просто посмотрите на них, да? И здесь тоже с обеих сторон. Вот они какие, их прям таки видно. Здесь же все достаточно гладенько. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы помогать шине выбираться из колеи. То есть, вам помогать на автомобиле, на который установлены данные шины, успешно выбираться из колеи. То есть, это именно для этого. То есть, шина будет не только за счет этих зацепов хорошо выбираться из колеи, но они же также будут участвовать в работе и в рыхлом снегу. И это плюс. Такого плюса у Nokia нет. Поэтому здесь это тоже один важный момент к резюме, для чего же нужна та или иная шина. Но мы все-таки еще должны посмотреть ряд других моментов. Например, мы с вами смотрим эластичность боковины. Посмотрите, у Гудьера боковина прям такая. Мы, кстати, сделаем еще замер толщины боковины. Боковина очень плотная, прям такая. Мягкая ее назвать нельзя. Что же у Nokian? У Nokian, вы знаете, Nokian всегда была такая комфортная шина. Но здесь, здесь эластичной боковину назвать тоже нельзя. Она явно ощутимо мягче, чем на Гудьере. Вопросов нет. Здесь будет чуть больше комфорта. Но, все-таки, она такая достаточно мощная. Но мы с вами переходим к жесткости состава смеси по шору. Это нам даст две вещи. Во-первых, более мягкая в этом отношении шина будет лучше цепляться за дорожное полотно. Во-вторых, она будет более комфортна на хороших дорогах. Но есть и минус на асфальт. Такая шина будет стираться несколько быстрее. Итак, мы сделаем три измерения и выведем среднее по каждой из этих шин. Первый замер 49,0. Второй замер 55. И третье измерение 50 ровно. И средний показатель 49,8 единиц шора. Первый замер это 55,0 единиц шора. Второе измерение 53 ровно. И третий замер 54,5 единиц шора. И средний показатель 54,2 единиц шора. Мы видим с вами, что Nokian помягче. Здесь, как бы, понятно, что шина больше нацелена на комфорт. Она будет мягче, но на асфальте она и затрется побыстрее. Но надо понимать, что Goudier вообще на асфальт, ну, это не его стихия. Его стихия снег. Поэтому здесь вопросов нет. Да, сцепление с дорожным полотном, с укатанным, допустим, каким-нибудь белым снегом и с асфальтом у Nokian будет выше. Но у Goudier тоже в плюсах большая износостойкость. И, соответственно, просто более прочная шина будет за счет, плюс ко всему, за счет боковины. Посмотрите, она не только более эластичная. Но мы, сделав замер, увидели, что толщина боковины и больше немножечко. 7,7 мм против 6,5 мм. Это даст, конечно, шине большую прочность. Ну, а глубина рисунка протектора у обеих шин это 8,9 мм у Nokian и 9,9 мм у Goudier. Что даст глубина рисунка протектора? Глубина рисунка протектора даст, прежде всего, лучшую работу в снегу, в слякоть. То есть протектор сможет в себя больше вобрать. Но и плюс ко всему, шина будет ходить дольше. То есть, если даже это будет асфальтовая эксплуатация, учитывая, что жесткость состава смеси по шору у Goudier повыше, то есть шин немножечко, но пожестче, и глубина рисунка протектора все-таки повыше, то шина, очевидно, будет ходить дольше, чем тот же Nokian. Ну и работа в снегу, конечно же, за счет глубины рисунка протектора тоже будет плюсом данной шины. Индексы скорости нагрузки у данных моделей шин одинаковы, по крайней мере, в этом размере. Это 98T, что обозначает T, это 190 километров в час. Можно разогнаться на обеих шинах, но делать этого, откровенно говоря, не стоит просто, потому что это зимняя шина, зачем на зиме так сильно разгоняться. Вот. А нагрузка у них 98, 750 килограмм на одну шину, то есть ваш автомобиль может весить до трех тонн. Сколько же может весить автомобиль, чтобы смонтировать на него эти шины, вы можете посмотреть в свидетельстве регистрации транспортного средства. Там указана максимально допустимая масса вашего автомобиля. И эта цифра должна быть не выше, чем может взять на себя шина. Именно так подбирается правильный индекс нагрузки, прежде всего. Но я, честно говоря, скажу, что на это обращать внимание даже, может быть, и не стоит, потому что всегда, когда размер подходит, то и индекс максимальной нагрузки тоже подходит с иным. Я, честно говоря, не встречался. Плюс ко всему, у Гудьера есть защита обода диска. Это, конечно же, плюс. Фленч протектор. Для многих это важно. И, в отличие от Nokian, у Гудьера такая опция есть. Ну, как опция? Опция это то, что можно выбирать, а у Гудьера это будет по-любому. То есть, защита обода диска, это идет в плюс Гудьеру. Ну, и давайте взвесим данные шины. Что нам даст вес? Более легкая шина. Это хорошо, потому что ее проще раскручивать двигателю. То есть, динамика немножечко, ну, может быть, на какие-то доли процента, но будет получше. Экономичность вырастет. И, конечно же, комфорт за счет баланса подрессоренных и неподрессоренных. Масс машина будет, в принципе, ощущаться несколько более комфортной. Поэтому, если потери в прочности нет за счет уменьшения веса, то, конечно, уменьшение веса это очень хорошо. Итак, мы видим с вами, что абсолютно одинаковый вес. Интересно, да? Ведь все-таки Гудьера имеет и боковину потолще, и протектора побольше. Но я думаю, что здесь вопрос о шиповке, плотности посадки шипов. Потому что видно, что шипов на Nokian больше, чем на Гудьере. И давайте посмотрим. И действительно, посмотрите, что плотность посадки шипов, да, немножечко все-таки более плотная, так скажем, у Nokian. Почему я начал залипать? Потому что я увидел муху. Ну вот же гадина. Видите? Тоже принимает участие в съемках. Ну так вот, конечно же, чем больше шипов, шип-то тоже весит. И причем немало, если их взять несколько, то, конечно, может быть косвенно. Не только поэтому, но это будет все-таки принимать участие в формировании итогового веса. А мы еще с вами должны посмотреть по ошиповке. Посмотрите. Во-первых, шип на данной шине, на Гудьере, ну он, конечно, тоже многогранный, многогранный фланец. Вопросов никаких нет. Но шип достаточно крупный. То есть комфорта это не прибавит. Оба производителя, к слову, говорят о том, что под шипами есть некоторая подушка из более мягкого состава резинотехнической смеси, которая позволяет шипу не так шуметь при соприкосновении с асфальтом. Но, конечно, этим нас не удивишь, и та, и другая шина этим обладает, вопросов нет. Но на Nokia шипы, конечно, интереснее. И интереснее они не только, потому что они разные. Вот в этой центральной части, вот в этой центральной части, идет шип такой в форме, как они говорят, сердца. Но она действительно похожа, форма на сердце. А вот в плечевой зоне шипы немножко другие. Конечно, двойная шиповка была и на Nokia, как и Capelita 9, но на десятке сделали чуть-чуть по-другому. И что самое главное, мне кажется, они подсмотрели немножко уменьшение на XS-04 и уменьшили сам шип. То есть в размерах он стал меньше. И это, конечно же, уменьшило шумность. Не знаю уж, как уменьшает и насколько уменьшает шум вот эта вот подушка под шипом, но то, что маленький шип шумит меньше, чем большой, это факт. То есть Nokia по этому отношению будет, ну, как минимум, комфортнее. Шипы будут работать и там, и здесь. Ну, я бы не сказал, что одинаково. Может, они несколько будут работать по-разному. Но так как они все-таки многогранные и там, и здесь, то шина будет на льду себя чувствовать вполне нормально. По слойности каркаса, что дает тоже вопросы прочности, здесь полный паритет. То есть четыре слоя на трет, то есть та часть, которая соприкасается с дорожным полотном, и один слой на боковине. Сайдл. То есть четыре плюс один, слойность каркаса абсолютно одинаковая. По странам производства, ну, данные шины были произведены в Польше, соответственно, Гудьер и в России Нокиан. Это типично на самом деле, потому что у Гудьера вообще нет завода в России, а Нокиан почти 80% своей продукции в России и производит. И по цене Гудьер подешевле. 225.50.17 на лето 2021 года рекомендуемая розничная цена. Это не та цена, которую вы будете видеть в магазинах, хотя вы ее просто обязаны видеть в магазинах, но магазины иногда могут делать цены пониже, повыше. Но, в общем, я вам озвучиваю те цены, которые рекомендует завод-производитель. И эти цены для размера 225.50.17, 8.850 за Гудьер и за Хакапелиту 10.530. То есть почти что, да, насколько я вижу, полторы тысячи, даже чуть побольше разница с колеса. То есть на таком комплекте, приобретая Гудьер, вы можете сэкономить почти 6 тысяч. Это солидная на самом деле разница. И тут уж 10 раз подумаешь, стоит ли тратить на Хакапелиту несколько больше, потому что все-таки Гудьер, он тоже хорош. Но, подводя итоги, надо понимать, что на Нокен стоит потратиться, если вы живете в городе, и у вас в основном асфальт, некоторые иногда обледенения, может быть, какие-то трассы укатанные, заснеженные. Тогда да. Тогда она просто, понятно, что она даст плюсы в комфорте, в пятне контакта и так далее. Но если у вас рыхлый снег, суровая зима, то вам даже тратиться на Нокен смысла нет. Вы берете Гудьер и в рыхлом снегу, в суровых зимах она абсолютно прекрасно работает. А шуметь она по снегу не может. Ну, вы же понимаете, да, что шина шумит по асфальту, по снегу, шина не шумит. Все тихо, идеально даже на самой шумной шине. Поэтому вопросов шумности здесь просто стоять не будет, если вы подберете эту шину правильно под условия эксплуатации, если у вас действительно снежный, суровый, допустим, край. А таких в России много. И я надеюсь, эти видео, друзья, хоть как-то вам полезны. И если это так, подписывайтесь на наш канал, потому что все это дает нам лучшую мотивацию делать для вас эти видео и дальше. Спасибо большое и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok